В фильтрах для воды жители нового городка разбираются не хуже профессиональных сантехников. Раньше водопроводную воду в поселке без дополнительного очищения использовать они не могли. Очень много вот этих проблем, связанных с качеством воды, они приводили к тому, что чайники зарастали у нас в накипи. Соответственно, это все сождалось в почках людей, детей, в печени. Ну, сами понимаете, что такое грязная вода. Но теперь фильтры для воды жителям нового городка ни к чему. В четверг в поселке заработала новая блочно-модульная станция водоподготовки. Всего в Одинцовском районе с начала года в рамках губернаторской программы «Чистая вода» были установлены 9 таких ВЗУ. Она приходит вот в таком контейнере, оборудование все компактно смонтировано, имеет всю систему автоматики. Если автоматику и сигналы с нее можно передать на единый диспетчерский пункт, это минимизирует затраты по ее эксплуатации. Здесь не надо постоянного присутствия персонала, то есть она работает в автоматическом режиме. За последние два года новый городок заметно преобразился. После передачи имущества Министерства обороны на баланс Одинцовского района начались работы по благоустройству поселка, модернизации жилищно-коммунального хозяйства, ремонту школы и поликлиники. Проблема с некачественной водой в поселке Новый Городок, она сегодня завершена. Теперь везде будет чистая вода, соответствующая нормативам. Если вспомнить время два года назад, когда мы только принимали объекты инфраструктуры от Министерства обороны, и делали пробы, то по железу было превышение в пять раз, по запаху в два с половиной раза, по цветности в три раза. Открытие ВЗУ для жителей поселка – событие долгожданное, но расставаться навсегда с фильтрами они не спешат. Опасаются, что на качество воды повлияют старые трубы. Качество будет хорошее, но сама проблема того, что трубы надо поменять, по которым будет оттечь вода, иначе, знаете как, мы туда вам родниковую воду подали, но из-за того, что трубы рыжавые, вы получите то, что получите. Мы эту работу уже ведем, более километра труб уже было заменено за этот период. Также занимаемся и котельными, и теплоцентральными. Все невозможно сделать за месяц, за год, потому что многие десятилетия руки у военных не доходили, здесь не до жилого фонда, не до инфраструктуры. Все это стоит в плане графики. В этом году в Московской области должны были установить 100 новых водозаборных узлов, но сделать удалось почти в полтора раза больше. И в наступающем году темпов реализации региональной программы «Чистая вода» сбавлять не собираются. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова